Я уже чувствую отцу был запах тухляка. Тут уже все облевано, босса на сразу у входа. Дверь держится вот так. Просрочка детская вот здесь партия. Я просто только зашла, сразу же зашла. Мы в нашем любимом родном магазине Дикси уже нашли просроченное детское питание для детей с 6 месяцев. Вот такая вот многозлаковая каша Heinz до 12.04. Сегодня уже 15.04. Слушай, просрочек-то не так много на самом деле. А потому что детские стали гораздо чище. Посмотрите, какие полы неплохие. Давайте собираем сейчас все детское питание, которое нашли, потому что целая партия. Так, наш активист сегодня новый Владос нашел хлебушек и говорит, что он просрочен. Давайте проверим вместе с вами. От 12.04 срок годности трое суток. Считаем вместе с вами 12, 13, 14. А сегодня уже 15, да? Трое суток прошли, действительно, хлеб тухлый. Вот осталось у них 5 дней срок годности, да? А они еще даже не распечатаны. Какова вероятность, что они будут просроченные здесь стоять? А это детское, которое быстро портится. И даже, понимаете, уже за 3 дня, уже за 2 дня до конча срока годности, как мне кажется, будет покупать немножко опасно. До 12.04.23. Прям первый вот так вот сверху лежал вот так ко мне. До 11.04. От 8.05 суток. Ну вот смотри, я беру. Ну это позор. Ну серьезно, до 11.04. Посередине лежит вот здесь. Как вот обычное мышление у людей? Спереди брать не буду, наверняка самое старое, самое плохое. Возьму чуть сзади. Да. И вот он берет чуть сзади, не смотрит, кидает, а она просрочена. Причем вопрос, почему люди в 23-м году до сих пор не знают, что по закону видеофиксация разрешена? Вот эти все вот агрессия, нападки, оскорбления, вы же понимаете, это от того, что человек не может ничего сказать по факту. Человек не может сказать на языке фактов. Он понимает, что он не прав. Он начинает, как люди из последнего видео нашего, агрессировать, кидаться, оскорблять, материться. Все от своей слабости. Это слабый человек, которому нечего сказать. У которого словарный запас, возможно, недостаточно развит. Я на таких людей никогда не обижаюсь, потому что я понимаю, что они уровнем, по крайней мере, по интеллектуальному какому-то развитию ниже меня. Я не говорю, что я умный, супер. Нет, я обычный пацан. Но когда человек начинает прыгать на тебя, беситься как-то, приходить на оскорбление, пытаться ударить, это только от его слабости. Мне знаешь, что интересно, что к нам никто до сих пор не подошел? Смотри, как у нас запасной выход закрыт просто коробками. Это гениально. Удачного вам спасения. Живите с этим, когда приходите в магазин Дикси. До 14-го, до 10-го, до 12-го, до 12-го. А свежие будут до 18-го, отложим пока. До 14-го. Смотри, вот выгребаю как партию. Ой, ребята, как вам такие коробки? Вот вам приятно с таких коробок брать вообще еду какую-то? Вот вы не скажите. Так поменять можно. Знаете, коробка обычная, они в магазине, их дохренища этих коробок. Воняет. Чувствуешь, как воняет у тебя открыл сейчас? Воняет. Воняет. Я не могу открыто держать. Реально воняет. Так, смотри, какой тут дорогой хлебушек. Такого раньше я не видела хлебушка. И тоже никакой маркировки. Он жесткий. А он жесткий, да. Он открыт, нет никакой маркировки. Вообще непонятно, что с этим хлебом. Он просто вот валяется открытый. Посмотрите просто, сколько хлеба остается на прилавке после нашей зачистки. Смотри, подарок. Подарок от Дикси. Это бинго, ребят. А срок годности, так удобно, смотрите, смотрите. Он уже твердый, потрогай. А он в плесенью, как разница, что он твердый. Он весь в плесенью. А вот это как тебе? Тоже весь, весь, весь в плесени, смотри. О, еще, ребят. Еще в недра забираемся в магазин Дикси. Еще плесень. О, тут как будто, знаешь, отдельно прям надо для плесени отдельную тележку, блять, отдельную корзину. Смотрите, на 4 месяца просрочечка. Молодец. До 08.01.23. О, ребят, смотрите. Раз до 13.03. Два до 13.03. Три до 13.03. Детские мармеладки. Багазин чистый, я говорю, обычно мы приходим в Дикси и одну, вторую тележку, третью тележку. Две корзины уже нашли. Покажи, просто сбоку, покажи, какой тут уже слой. Какое разнообразие, да? А вот мне интересно, мне сейчас продадутся, если я пойду на кассу, просто я захочу купить. Можно проверить. Здравствуйте. Чего вы хотели? Купить. Ну, это можно так купить, это свежее? Так это свежее. Возьмите, там есть. Возьмите, там есть. Тогда давайте мне обратно товар мой. Я не буду. Это мой товар, обратите мне, дайте. Я по товару ищу. Это твой. Как это? Я взял себе товар, вот это мой товар. Я взял себе товар, я выбираю его. Документ, показите мне. Какой документ тебе показать? Есть справки, есть? Какая справка? Какая тебе справка нужна? Что ты смеешь мне? Сэра, молчи. Какой молчи? На ты не обращайся к девушке. Чего к девушке не обращаешься? Какой молчи? Что ты агрессируешь? Что это хочешь? Товар мне верни обратно. Что ты хочешь? Товар мне верни. Какой документ нужен? Справка есть? Какая справка? Какая справка? По сроку проверить. Законник. Законник. Покажи мне. Что тебе показать? Какой документ нужен? Какой документ нужно? На улице. Что ты материшься в магазине? Понял. Ты можешь идти туда. Я сюда любишь ходить. Я не люблю туда ходить. Товар где мой? Вот он. Покажи меня. Вот это быдло. Вызываем полицию. Оформляем. Матом в магазине. На кассе. Не стыдно? Блядь. Тебе не стыдно? Вызывайте полицию. Да мы-то вызовем. Понятно. Ты что ведешь как быдло? В магазине? Представитель магазина. Люди отпускайте. Я разберу где мы стоять. Товар мне продай. Люди отпускайте. Товар мне продай. Люди отпускайте. Проходите сюда. Я стою. Я стою. Я стою. Здравствуйте. 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 Сотрудников полиции хотели вызвать. Отпускайте люди. Москва, Новая Москва, область. Москва. Сейчас адрес скажу. Отпускай кого хочешь. Мы стоим на кассе. Продай товар и мы отойдем. Не слышишь? Говорите адрес. Я направлю вам сотрудников. Сейчас смотрю секундочку. Магазин Дикси. Москва. Улица Гришина, 5. Поличина вызова. Человек неадекватно себя ведет. Выражается матом в помещении магазина. Предлагает выйти. Нарывается на дыраку. Это что за человек? Посетитель? Я откуда знаю. Какой-то непонятный человек без формы стоит на кассе. Ну он кем представляется? Охранником или это покупатель? А ты кто? Охранник, покупатель, продавец? Он не хочет отвечать. Какие эти документы показать? Это скорее всего он сотрудник, правильно? Скорее всего. И что он делает? Нарушает общественный порядок в помещении магазина. Выражается матом в помещении магазина. Ведет себя неуважительно по отношению к обществу. Возможно, сотрудники магазина повернутся неадекватно. И мы вызовем полицию. Но я подозреваю, что такого не будет. Все, спасибо. Ты что такой агрессивный-то? Зачем ты на улицу хотел выйти? Показительный, документ. Какой у тебя документ? Какой у тебя просрочка? У тебя две тележки-просрочки в магазине с двух отделов. Документ какой-то должен показать? Делать нечего, что ли? Делать нечего? Людей защищаем от травления. Сначала показательный. Какие эти документы? Вы вызвали полицию. Позвольте нам, пожалуйста. Так я тоже кажется, что он не продал товар. Прекрасно. Стойте там, ждите полицию. Приедет полиция. Вы с ней разберетесь. Мы сейчас как-нибудь пообщем. Ладно, я не буду вам мешать. Согласен. Согласен. Что, вот тут несколько же, кажется, женщина стоит. А я не знаю, женщина ушла просто. Где мой товар? Я примерно понимаю, что вы хотите... Где мой товар? Где мой товар? Потому что это мой товар. Какой ваш товар? Который я себе забрал, а ты его у меня отобрал сейчас. Где мой товар? Вот булочка, а что ты толкаешь? Это мой товар, который я себе взял. А ты не быкуй, сядь на кассу и работай. А то матом сначала в магазине, а потом... Это не твой товар. Ладно, ребят, пойдем. Сейчас мне к вам там стоять. Тут очередь уже собралась. Людям мешать мы не будем. Наконец-то вот этот товар дошел, что учитель собрался. А, вот две тележки-просрочки, представляете? Вам без разницы, возможно? Нет, мне не без разницы. Только нет больше кассиров. А я в этом виноват? А я в этом виноват, что ли? Тут была девушка-кассир, она убежала куда-то. Потому что, смотрите, две тележки-просрочки с двух отделов набралось. Продавать он отказался, но нам, собственно, без разницы, поскольку мы уже приобрели просроченное детское питание. Это у нас город Москва, улица Гришина, дом 5. Из рук у тебя уже забрали себе под кассу? Конечно, под кассу спрятали такие. Ничего нет. Ничего нет, все. Они думали, что у меня только три позиции, они решили спрятать. Я уверена, что уже сообщили, он сразу же посмотрел, что у тебя какой товар в руках. Он же не просто так. Сейчас посмотрим, какие тут в отделе полиции полицейские. Думаю, немногие знают, но на прошлой неделе вышло вот это новое видео. Ну что, зачем, что-то ненормально. Девушка, хватит снимать. Вышли, скрыли товар в магазине. Каждый так должен делать. А кто приедет, то полиция или мусора? Да я здесь постою, подышу свежим воздухом. Полиция приедет и... Стоять на месте и ожидать. Подумайте еще раз и вернитесь ко мне. Так обоснуйте свои действия, должностное лицо. Нет. Зачем вы мне приправствуете передвижению? Статья 19.3. Ты мне ничего не сказал. Основание и указание моего дежурного. Для меня это не основание, как для гражданина. Это для меня основание. Закон о национальной гвардии. Вы можете наши действия обжаловать? Вы вообще закон о национальной гвардии не считали? Задержит вас участковый. Тогда я пойду. А мы у вас просто на месте. Требуем, чтобы вы оставались на месте. Это значит законный требование. Вы будете оставаться тут на месте. Терпите, мне кажется, обычно вы. Ну какой от неизвестный лицо софтам препятствует моему свободному передвижению. Вы отказываетесь предъявить документы. Тебе, да. У вас вообще есть буквально цифры. Я не успел познакомиться. Ну ваш сотрудник. Ну вы сотрудник или клоун? Вы меня уже оскорбляете. Может и просрочен, конечно. С такими, как ты, только на ты. Оборотень приехал. Удостоверение не показывает. В руках оружие. Ну полиция приедет хоть в этот раз. Не мусора. Закон трим сотрудника полиции. Знаний, чтобы общаться с тобой. И у меня хватит. Уверен, многие из вас его не видели. Это видео, как и многие другие, доступно эксклюзивно подписчикам на Бусти и на Патреоне. Также подписчикам на данных платформах доступно еще много всего другого. Например, список всех статей и законов, которыми я пользуюсь. С лайфхаками, с практическими рекомендациями, с практическими примерами применения, с решениями судов, ответами Роспотребнадзора и многим-многим другим. Также доступен алгоритм действий при задержании. Эксклюзивный, секретный, закрытый чат для спонсоров. В котором я отвечаю на все вопросы. Также делаю анонсы, инсайды и многое другое. Ребят, если вы хотите поддержать наш канал, если вам нравится то, что делаем я и моя команда, если вы солидарны с моей позицией, то предлагаю вам перейти по ссылочкам в описании и оформить спонсорскую подписочку на Бусти либо на Патреоне. Оформив спонсорскую подписку, вы, во-первых, очень сильно поддержите канал, поддержите то, чем мы занимаемся. Ну и, во-вторых, вы получите много дополнительного контента и много других привилегий для спонсоров. Так что, ребят, переходите по ссылочкам в описании и смотрите эксклюзивный контент, которого не было, нет и не будет на Ютубе. Еще раз повторюсь, этого контента в любом случае не было и не будет на Ютубе по определенным причинам. А мы продолжаем. Приветствую. Можно фотографировать? Конечно, давай. Спасибо вам. Все, хорошего тебе дня. Удачи. А могу я подчеркать, если вы так заботите о качестве продуктов, решать нужно эти вопросы не с кассиром, а с администрацией. Как вам? А, это администратор, это не кассир. Это не администратор. Позвали его к администратора, девушка позвала на кассе. Администратор здесь не он, он просто кассир. А почему администрация сама не подойдет? Ну мы же говорим, вот две тележки просто. А они прямо прибежали к вам. Конечно, они должны прибежать, это их ответственность. Вы должны с кассиром решать эти вопросы, еще раз повторяю. А вы на публику сыграли. Хорошо. Все услышания, всех остановили и не дали никому покупку сайтова. Хорошо, я спорю, я спорю, я спорю, хорошего вам дня, я спорить ни в коем случае с вами не хочу, вы правы, конечно же. Но это администрации проблема, то, что такое количество просрочно на товар же две тележки. Я с вами в этом не спорю. Они должны подойти, а не я должен за ним бегать. Это большая разница. Но не решайте эти вопросы на публику с кассиром. Нет, я решаю с сотрудником магазина, а не кассиром. Мне без разницы, кто это. И он не пробовал для всей публики. Он мог вызвать сам администратора. Хорошего вам дня, всего хорошего. Я спорить, конечно, с бабушкой не буду, но факт в том, что, во-первых, администратор сам должен подойти в такую ситуацию, во-вторых, кассир должен был вызвать, значит, администратора, если он неуполномочен решать такие вопросы. Никак не проблема покупателя, кто за кассой стоит и кому предъявлять претензии по товару. Так его же вызвали, изначально была девушка на кассире. Да, это вообще без разницы, кого вызвали. Может, она просто испугалась и вызвала второго кассира. Нам-то без разницы. Еще? Давай сюда. Для собак. А у нас собак, между прочим, ребят, есть, кто не в курсе. До 12-го, 4-го, 23-го. До сих пор очередь, смотрите, какая. И касса работает одна, хотя, когда мы пришли, у них спокойно, может, две кассы, а то ли три. А вот еще, смотрите, три-четыре. В магазине много кассы. И работники были. Ничего, если тут очередь-то показала? Да-да-да, я показала. Сотрудников по магазину, я вот четырех насчитал, пока мы ходили. Все спрятались. Я хочу круассаны проверить. Seven Days. Мне кажется, их так довольно редко покупают-то. Может, такой агрессивный, потому что отдел с липочкой, это его отдел. И мы нашли просрочку в его отделе. Я только сказал про Seven Days, что их редко покупают. Смотри. Просрочно. До 14-го, 04-го, 23-го. До 01-го, 04-го, 23-го. Чем дальше, тем старее. А тут до 03-го месяца, уже до марта, ребят, пошло. Привет, ребят, я таракан из этого магазина. Вы лишаете меня пищи. К сожалению, за вас придется переехать в магните. Покажи, сколько кашек тут. Ребят, смотрите, сколько тут говна, как будто крысиного или мышиного. Я не знаю, камера передает это или нет. Это не говно. Это что-то рассыпали. Это кофе, возможно. Как тебя зовут оператор? Меня зовут Анастасия. Если хотите поддержать нашего оператора Анастасию, просто подпишитесь на ее телеграм-канал. Но вам не сложно, а ей будет очень приятно, если вы подпишетесь на ее телеграм-канал. Я уже кашить хочу, серьезно, это все в пыли. Это все, это все пыль. Прям почти на полу. Я понимаю, что, скорее всего, это рассчитано на то, что маленький Кентик пойдет, он невысокого роста, вот так и пойдет. Мама, мама, и схватит. И мама купит, чтобы порадовать маленького Кентика. Но по факту, ребят, но это все пыльно, это все в грязи, это все неподобающее состояние. Я бы своему ребенку, скажу честно, такое не купил, как минимум потому, что у ребенка будут грязные руки, и этими он грязными руками будет трогать и трубочку, и все остальное. То есть, в любом случае, а гигиене какой-то, а безопасность и здоровье ребенка уже резче быть не может, даже если этот товар свежий. Это либо домой приходить и мыть пачку, протирать влажными салфетками, мыть, но либо это просто уже, знаешь как, повезет, не повезет. В каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть по 200 грамм просрока или даже полкило, потому что мама, папа не смотрели сроки годности. Тоже тухлая? Ну не знаю, тухлая или нет, но до 9-го. Да, просрочно, вот нам уже люди приносят в магазине, до 9-го, 0-го, ребят. А мы тут еще не дошли просто. Мне кажется, уже полицию полчаса ждем. Но это все к хорошему, что мы ждем полицию, что полиция так быстро не приезжает. Смотри, до 0-6-го, на 4-го прямо сейчас выгребаю. Рязочком. Расколбас, полный расколбас потом в туалете, до 28-го, 0-3-го. Причем это их собственное производство, то есть это их собственная торговая марка. Даже под своей торговой маркой первым делом продают тухляк. Посмотри, что... Ой-ой-ой, Влад! Принеси, пожалуйста, пакетик салфановый. Шеф Ивлев рекомендует. Переворачивай, так оно капает. На месяц просроченное почти. На месяц? Там вон мухи уже разлагаются. Зависаете, да? Сейчас, ребят, вам нужно охладиться. У Дикси очень жарко. Ловит или перезагружает? Зачем их закрыло? Зачем он очищает себя просроченной курочкой? Ну что, ребят, давайте позвоним в отдел полиции по району Можайский и узнаем, приедет ли к нам кто-то или нет. Можайский отдел полиции дежурный круглоков, чем нужно помочь. Здравствуйте, а вызывали сотрудников полиции в магазин Дикси? Не подскажете, подъедет кто-то или нет? Да, подъедут, ожидайте. Все, понял, ожидаем. Вот так вот, ребят, сообщили в 112, а нападение прошел час. Сотрудников полиции по району Можайский до сих пор нет. А можно сфоткать? Конечно, давай. Спасибо. Все, хорошего дня тебе. Владос еще детское питание нашел просроченное. Мари, мало того, что оно мятое уже в таком состоянии, оно до 13.04. Для детей с 12 месяцев в рутоняне. Вот еще партия. У нас уже вот такие две тележки-просрочки. Две тележки-тухляка. Слушай, просрочки-то не так много на самом деле. А срочка-то хорошо, подняв скидки едут. Люди, которые бедные, могут позволить себе какую-то нормальную еду в последнюю минуту. Ну, а потом люди отравятся. Я как вот человек с тремя детьми говорю, ничего страшного, мне не нравится, как клиент. Бедные ваши дети, если вы так считаете. Я как клиент с тремя детьми, лучше промолчали бы, честно. Нет, потому что я его лучше, чтобы все дети как морозят. Зачем вы оскорбляетесь? Признак слабого человека. Я как мороз на него. Если вы хотите поговорить, мы можем с вами конструктивно поговорить. А конструктивно о чем-то разговаривать? Не о чем. Вы портите бизнес. А, то, что магазин реализует просроченный товар, мы портим бизнес. Да. Обычно таких людей называют парашниками, мои зрители. Да, но у вас какие-то, значит, зрители знают такой слабый. Я такого слабого даже не знаю. Загуглите потом, узнаете много нового. Да, такой гугл. У меня уже 40 лет. Узнаете потом много нового о себе. Уже 40 лет и до сих пор ума... Ладно. Да и 40 лет это не возраст. Разве это возраст? Вот по факту вы паразитируете, иначе уже их негативных факторов. А, то, что человек может отравиться, то, что может проблем со здоровьем... У ребенка быть. А, то есть человек, у которого плохое зрение, например, пенсионер, ребенок, который возьмет и не посмотрит на сроки годности, должен сам смотреть. У вас дети все смотрят на сроки годности? Да, потому что. Сколько им лет? 10-14. 10-14, взрослые уже. А вот 4 года ребенок, мама дала деньги? А, 4 года ребенок сам не будет конец магазина. Почему? В 6 лет дети бегают, палаткам покупают. Нет такого закона, который запрещает им делать. С точки зрения логики я не буду иметь права. Надеюсь, ваши дети не кушают просроченный товар. Надеюсь, хотя бы для денег вы покупаете свежий товар, у вас хватает денег. На вас там не без разницы. Просто тут для вашего понимания, ребят, детское питание просрочено до 13-го числа. Ну, это ерунда. Какое число? 15-е. Детское молочко для детей с 12 месяцев. Вы своему ребенку такое грудному дадите? Конечно. Ну, вы же защищаете этот товар. Я не защищаю товар. Вот, лесень. Я говорю о том, что вы делаете. То есть, вместо того, чтобы заставить заявление в Роспредотнадзор, вы это вот на людей. Мы пишем заявление. Вот это непонятно. То есть, клоунада вот это. Так, мы пишем заявление. Зачем? Это лично прекрасно. Клоунада зачем-то там. Какая клоунада? То, что выявили просроченный товар и показываем людям. Да. Учим считать сроки годности. Но это ваше субъективное мнение. Если это клоунада. Вы зарабатываете деньги на просмотрах, на рекламе. То есть, по факту, вместо того, чтобы пойти на работу. За просмотры не платят. Ютуб больше не платит. Ну, я не знаю, где вы там выкладываете. Ну, а зачем вы болтаете-то просто так? Зачем вы балаболите? Люди, у которых нет денег, они могут по акции купить санкционного товара. Подходящий по санкционному году санкционного товара. По акции можно и травиться. По акции, в принципе, ребят, отравились? Ну, вы же по акции купили. Действительно. Вот пенсионер с плохим зрением, который к нам подходил, спрашивал, сколько годности купит. Ну, он же сам виноват. Ну, отравился, ну да. По акции зато. Зато по скидке. Звонил им еще раз в отдел полиции. Можайский. Здравствуйте. Вызывали полицию в магазин Дикси. Уже полтора часа прошло. Подъедет кто-то. Ожидайте, ждать, подъедут. Так, сколько ожидать, скажите. Такая у нас полиция. Звоним еще раз. Слушаю вас. А зачем вы телефончики бросаете? Я с вами не договорил. Я слушаю вас, говорите. Сколько ожидать? Не кричите, не повышайте голос. Я с вами нормально общаюсь. Время подъедут к вам. Ожидайте. Уже полтора часа ждем ППС. Ожидайте. Много адресов просто. Идавайте. Телефончик не надо бросать. С гражданами адекватно общайтесь, уважительно. Ой, нет у меня слов. Все просрочка? Да. Спасибо. Все, хорошего дня. Как займать в своем месте, царь? Факт. Обманули здесь вот в этом. На неделе на 300 рублей. Выскочили пять человек. И давай надо мной смеяться. Она хотела, чтобы ей кусок сыра за бесплатно. А адрес не помните точный? Мы туда заглянем тоже, поговорим. Магазин какой-то, да, я так понимаю? Дикси тоже. А, тоже Дикси? Да. Ребят, ну вот такой вот, как на кассе человек, который агрессировал, в принципе, на нас. Вот такие вот, вот так вы ведут себя по отношению к пенсионерам. 300 рублей я взяла и пробила мне сыр. Я говорю, ну не брала я сыр-то. Сама пробивала. Вам вернули разницу в цене? А то вернули. О, бедная жена, бедный ребенок. Вот он идет. Может, просроченную колу попивает. Конфликт был у меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Конфликтная ситуация произошла с кассиром. Ну, выражался нецензурной бранью, молодой человек. Агрессивно себя вел. Вот этот именно? Вот этот вот именно человек. Желень будет писать? Естественно. Позже. А также вот две телеги просроченного некачественного товара. Может, это заявление не было. ВПС, да? Верно? Можете вызвать Чеческова либо СОГ. Пока будете писать, я доложу. Потому что надо оформлять, надо протокол осмотр места происшествия делать. А какое происшествие? Продажа просроченного некачественного товара, конечно. Для этого есть служба специально. Роспотребнадзор. Полицейский. Давайте, если вы в этом не разбираетесь, вы не будете сейчас это говорить, потому что есть... Устное заявление. Хочу подать. Протокол принятия устного заявления в соответствии с 41-й ОПК. Есть регламент взаимодействия органов МВД и Роспотребнадзора, в котором сказано, что полиция должна составить протокол осмотра. Зафиксировать факт. Поскольку вы некомпетентны, я прошу вас вызвать сотрудника полиции участкового либо СОГ. О, что ж ты? Не представились, но это ладно. Я уже привык. Чем дальше от центра Москвы, тем они чаще забывают представляться. Оперативная группа. Сколько их, например, ожидать? Нет, я вам не могу отвечать. Потому что мы вас два часа уже ждали. Я передал информацию, сказали, чтобы приезжать. Но сколько ожидать не сказали? Это я не могу знать. Понимаете, я... Давайте я вам начну подавать заявление. СОГ подъедет. Вы можете написать заявление пока. Давайте. Протокол принятия устного заявления. Протокол принятия устного заявления, прошу. Послушайте, если вы хотите ИСОК и мне заявление подать, и еще инстанции какие-то сюда подтянуть, давайте... Вы ехали два часа, мы ждали вас два часа. Всеследственная оперативная группа сейчас... Давайте, бездавайте. Давайте я вам подам заявление, как представители власти. Вот человек сидит, правонарушитель. Данное деяние его зафиксировано было. Также есть свидетель. Я хочу вам подать... Пожалуйста, покажите мне, что у него зафиксировано. Деяние каким образом... Вот у нас прямой эфир идет. Можете открыть YouTube-канал, могу я вам показать. Вам показать? Давайте я вам покажу. Без проблем. Ты прикинь, он стрим сбросился. Я, поход, предыдущий не могу сейчас посмотреть. То есть вы не можете свои слова повторить? Сейчас, на данный момент, нет. Хорошо, вы сейчас просите забрать человека на основу и столько на ваших словах. Так вот я говорю, давайте я вам подам заявление, вы поедете. Вы можете написать заявление. Как я вам услышу подать? Или у вас нет протокола принятия? Скажите, у меня нет его с собой. Вы мне даже устно не можете доказать, что у вас человек как-то скажет. А я вам должен доказывать. Это вы должны доказывать. Это вы должны изымать камеры. 36-я статья уголовного кодекса вам знакома. Естественно. Ну, пожалуйста. То, что вы сейчас говорите, только ваши слова. Так. Свидетелей у вас, кроме вас девушки, которые снимают на телефон меня, больше нет. Вы должны собирать доказательства, а не я. Вы сказали, что у меня есть видео какое-то. Да, естественно. Которое я сейчас не могу вам предоставить, но у меня оно есть. Хорошо, значит, приезд следственной оперативной группы и будет собирать. Так я вам хочу подать заявление. Вы же сотрудник полиции, вы же представитель власти. Пишите, пожалуйста, заявление. Устное заявление хочу подать. Я же имею право подать устное заявление. Действительно, не выдержала. Вы мне уже сказали, что какие у вас проблемы есть. Да, у меня вот есть проблемы. Я говорю, я вам хочу подать заявление. Вот я вам сейчас заявляю. Я вам хочу подать заявление. Все. Хочу подать устное заявление. Если у вас нет протокола, да вы скажите, у меня нет своего протокола. И все. Все, у вас нет своего протокола. Сколько слов ждать, вы тоже не знаете, да? Не могу сказать сколько. Давайте, что значит письменно, если у вас нет. Сок подождем. Пока напишем, давайте. Так, это заявление. Паспорт подал. Для чего? Чтобы убедиться, что вы от себя написали вымышленное. Я от себя написал заявление. К сожалению, для предъявления паспорта должно быть основание в соответствии со своей тринадцатой закона о полиции. Объяснение? Объяснение я вам мусто подам в основном виде. Объяснение. Зачем вы цирк устраиваете? Зачем вы устраиваете? Как я цирк устраиваю? То, что объяснение хочу подать? Так, смотри, следственная группа уже на подходе. Замечательно. Заявление мы приняли, объяснение дадите. А установить личность не хотите, на кого было написано заявление? Обязательно установите. Пока он здесь, я вот показываю его рукой, всей пятерней. Если он бежит сейчас... А если он бежит к тому времени? А что, в ТГ есть этот момент? Перезалили этот момент? А вот и момент этот есть. Появилось у нас видео, смогли мы восстановить. Закон есть. Закон есть. Покажи мне документы. Что тебе показать? Какой документ должен быть? Идите на хуй. На улице 60. Что ты материшься в магазине? Понял. Ты можешь идти туда. Идите на улице 60. Если ты туда любишь ходить, я не люблю туда ходить. На улице 60. Вот он матерится в помещении магазина. Выражаясь не судорной брани, забирайте. Ну вот, посмотрите. В данный момент администратор хамит. О чем можно говорить с ним? А вы снимаете? У вас расспросили это решение? А я. Куда вы? Как вы там и снимаете? Меня фиксирует она. Вы на мне интересны, мы вас не фиксируем. А будешь на меня? Я на вас вообще ничего не наложила. Взяла, оскорбила, ушла. Зачем? Для чего? Ладно, безусловно. Мы в каком веке доходим. Может, айфоны мне не нравятся? Вот эти камеры не нравятся. Может, нам с такой камерой надо ходить? Не знаю. Я с такими людьми люблю спорить, ребят. Все. Пусть она считает, что она права. Все, мы не правы. Все хорошо. Нет цели спорить с покупателями. Да и с продавцами не было цели спорить. Он сам выбежал, сказала, пойдем на улицу. Все. Кассир. Все. Всего доброго. Ну что, ребят. Борзова кассира забрали в отдел полиции. Надеюсь, ему там выпишут 20.1. Я не знаю, отделается он штрафом или его арестуют до суда. Но, тем не менее, статья 20.1 мелко-хулиганство подразумевает до 15 суток ареста. Я не желаю ему ни в коем случае максималки. Я даже хотел бы, наверное, чтобы он отделался просто штрафом. Просто, чтобы на будущее он думал своей головой. Можем столкнуться? Да, конечно. Давай. Спасибо. Всего хорошего дня. Я на вас подписываю. Красавчик. Доброго дня. Здравствуйте. Винователям. У меня доможайского района. У меня есть полиция. Смотрите, девушка. У нас, к сожалению, две тележки просроченные на товары. Пойдемте, я вам покажу. Вот две тележки просроченные на товары. Я бы хотел подать заявление по этому факту. Подать объяснение, само собой. Ну и попросить вас, чтобы вы составили протокол осмотра, оформить все это. Детское питание. Одно? Да, одну позицию. Ну, тут, конечно, много такого. Но купили одну. Угу. До 12.04. Чек имеется, все имеется. Для детей из 6 месяцев. А где руководственный магазин? Вот, возможно, там девушка за кассой администратор сидит. Я, конечно, не утверждаю, но к ней так обращались. Хорошо. А куда она? Она пошла в подсобное помещение звать руководство. Там, по-моему, никого больше не осталось. Все руководство, все сотрудники на кассе. Сотрудник СОК, девушка пошла куда-то и все. Главное, чтобы через черный ход никто не ушел сейчас. Знаешь, то чувство, когда ты уже дождался, соответственно, оперативную группу. Когда уже вот он лучик солнца в этой вселенной. И тут этот лучик солнца просто вот так вот мимо тебя. Ом. Главное, я говорю, чтобы сотрудник полиции не пропал через задний вход магазина. Все, мне больше ничего не волнует. Я предлагаю пойти в подсобное помещение и узнать у полицейской, выйдет ли она к нам все-таки или нет. Нет. Здесь кто-нибудь есть? Девушка, полицейская, вы к нам вернетесь? Есть ли вы здесь вообще? Тук-тук-тук. Девушка, полицейская, вы вернетесь к нам. Ну пойдем, пойдем посмотрим, полицейский вообще здесь или нет, машина стоит или нет. Уехали, думаешь, уже. Но я не знаю, куда она пропала. Пришла и пропала. Слушай, полицейская я здесь не вижу. Как и полицейская машина. Сотрудник полиции Окунева. Сотрудницу полиции Окунева мы найти не смогли. Предлагаю позвонить в отдел полиции, чтобы уточнить данный факт. Мне кажется, дежурный нас уже просто ненавидит. Просто вам все ненавидят, молодые люди. Нас все любят. Не любят нас только те, кто пиво покупает в Дикси по вечерам в субботу. Здравствуйте. А подъехали к нам следственная оперативная группа в магазин Дикси. И девушка Окунева, по-моему, с дознавателями, кто она пропала куда-то. Нет, сейчас она подойдет к вам. А, подойдет? Оперативник еще подъедет, да, ожидайте. Ожидаем, хорошо. Опа. Все-таки через черный ход. Оперативный сотрудник. Я вас не снимаю. Ну, уберите тогда телефон. Не хочу. Она фиксирует на видео. А почему запрещено? Потому что я являюсь оперативным сотрудником. Мы ваш лицо заберем. Я говорю, не надо снимать на лицо. Она имеет право фиксировать на основании. Я заявитель. Ну, подавайте. Ну, буду подавать. Ну, как с агрессией сразу зашли. Потому что не надо мне снимать, я вам объяснил. Устное заявление. Пишите заявление. Хочу устное заявление подать. Протокол принятия устное заявление. А в связи с чем вы не хотите писать заявление? Потому что я имею такое право в соответствии с 41 статьей ПК. Вы русским языком не обладаете? Это вас не волнует. Это вас не касается. Полин, у тебя есть план? Тем не менее, ваши документы. На основании? На основании законного полиции. Статья 13. Пункт 2. В котором сказано, в каких случаях я обязан предоставить сотруднику полиции документы. Так. В какие это случаи? Ну, вы будете предъявлять документы или нет? Если это ваше требование законное, как сотрудника полиции, если я обязан предъявить документы. Или это ваша просьба? Подождите. Мы заполняем заявление от вас. Так. Я вам продиктую все свои данные. Я должен понимать, кто вы есть. Смотрите. В законе о полиции. В законе о полиции статьи 13 не сказано такого основания для проверки документов. Сказано. Если имеется провод подозревать в совершении преступления, полагать, что находится в розыске или имеется основание подозревать в совершении... Это поставление. В отдел. Спорим? Я вам сейчас прям покажу. Спорить не буду, молодой человек. У вас документы есть? Естественно имеются. Основания хочу услышать. Почему приходится постоянно спорить? Статья... Спорьте сколько хотите. Статья 13. Но вы говорите сейчас, что я не прав. Требовать, предъявить документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются данные, дающие основания подозревать в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела о административном правонарушении. Какой этот пункт подхожу я? Скажите мне, пожалуйста. Ну, как видите, вот я вам прочитал. Подождите секундочку. Вы пишите заявление, вы заявите. Безусловно. Я должен уставить в вашей личности. В законе такое нигде не сказано. Или скажите, где это сказано в законе? Я должен уставить в вашей личности или нет? Где такое сказано в законе? Скажите. Вот я знаю, 141 сети ОПК. Подождите секундочку. У вас заявление будет, что ли, от неизвестного лица? Я вам продиктую все свои данные. Почему? Давайте я вам продиктую, конечно. Ваша девушка продолжает меня снимать. Она может меня не снимать? Как мне потом свою работу отшлить? Я сказал, мы ваше лицо заблюрим. В случае чего вы можете в гражданском порядке привлечь нас к ответственности. Не надо агрессировать гражданам. Спокойно общайтесь. У вас, я понимаю, очень повышенный тон. У вас тяжелая служба. У меня не повышенный тон, у меня спокойная служба. Спокойная служба? Да. Вы неправильно себя ведете. Как неправильно? Ну, потому что вы делаете какое-то непонятное действие. Какое непонятное? Нашли просроченный товар, вызвали сотрудников полиции. Ну, я здесь причем. Зачем мне снимать? Потому что вы на службе в общественном месте. Все, заявление написано на магазин. Всё, катюшка, нет вопросов есть? И объяснения сотрудники полиции, которые по ППС приезжали, сказали, что вам надо будет дать по поводу человека, которого забрали. А это по поводу инициативной брани в общественном месте, нарушения общественного порядка. Мы предоставили доказательства. Собственно, вы будете говорить, видеофиксация для чего? Для чего? Ну, вот доказательства предоставили даже сотрудникам полиции. Если мы не фиксировали, я буду доказать. А мол, увлю. Зачем мы не фиксировали? А мало ли к вам зайти что-то подойдет, кто-нибудь по голове ударит. Будут доказательства. Спасибо, не надо. Я все равно обращал с ним заявление. Почему? Там так же все распорядилось. Объяснение касательно кассира Дикси, которого забрали, написано. Заявление по поводу просрочки написано. Объяснение по поводу просрочки написано. Замечательно. Ребят, надо сделать возврат за купленный просроченный товар, денежные средства. Нам возврат надо сделать. Все, ребят, возврат денежных средств сделали за купленный просроченный товар. Это мы отдаем сотруднику полиции. Купленный товар и чек. а не подскажете руководство магазина сейчас на месте старшего сейчас мы допишем заявление предлагаю вам вместе с нами утилизировать весь просроченный товар все замечательно можете пока нести черные мешки сотрудник полиции изымает купленный просроченный товар все всего вам доброго спасибо за службу до свидания и осталась финальная наша миссия на сегодня это нарушить целостность упаковки у просроченного и качество товара найденного за вот эти несколько часов нахождения в магазине а по фактам это уже около пяти часов чтобы вновь данный товар не попал на полке магазина вы можете тоже присоединяется к нам чтобы не ждать не терять время очень много хлебобулочных изделий просроченных проверьте пожалуйста хотя у сейчас еще проверять можно проверили но кто-то вообще не следит за делом не ваш отдел а еще вот это вот может подскажете как то получилось чтобы эти могли не санера не установили так он просрочен в чем-то кондиционер если он просрочен по сроку подбросили интересная теория что-то новенькая такой очень разу не слышал ой смотри тебя тут уже зеленая спасибо большое приветствую помойку никогда прям как удача воды купить воды купить только воды ну что ребят у всей просроченной продукции нарушена целостность упаковки чтобы дан товар больше не попал вновь на полке я думаю в таком состоянии точно никто не будет выкладывать а еще не подскажете вопрос к вам есть по хлебушку можно с вами подойти хотелось бы увидите маркировку на данную продукцию кого ставите но у вас здесь старая маркировка то есть какая-то на него а почему ну как вам присылают вас маркировка должна быть но у вас накладной есть дата изготовления срок годности условия хранения можете принести при доставе покупателям даже интересно что это покажет потому что по факту уже невозможно определить где старый хлеб а где из нового завода хлеб я таки хлебником не стал покупать типа хлеб за 70 рублей ребят открыты которые так можно вы покупать и потрогать я купил вот упакованный хлеб но сначала посмотрел по срок годности потому что как вы видите половины хлеба уже нет почему его нет то что с тухлый был вообще просто пусто половина лишь прилавков пустые и от не потому что раскупили ребят когда мы пришли здесь были полные прилавки дата приемки товара вижу а дата изготовления может настоящей странице есть нет ничего нет во сколько срок годности два дня у него срок годности как вы понимаете какой хлеб здесь старый какой новый с учетом но если у него два дня откуда вы знаете что вот этот хлеб не вчерашний еще а вот этот хлеб не сегодня что вот этот надо сегодня убрать вот это завтра ниоткуда потому что они нет маркировки если вы не сможете переведите с радостью послушаю вас все доводы убирайте выбирайте вы не будете убирать нам самим брать хорошо спасибо могу помочь да можешь помочь если кому интересно это хлеб пить порошка вот я вообще повар говорил не жалко берется мешок 50 килограмм там порошок уже замешившись крупами то закидываешь бадил уже на заводах там таки 100 200 килограмм 500 тонна все это просто порошок размеживается жидкостью все вот он тоже порошковый прям видно по очку чувствуешь он как губка вот а тут прям потверже кстати по опыту от свежий хлеб или нет нормально не похоже мне кажется что он сегодняшний как она говорит ну что ребят наша миссия выполнена на этом я думаю пора покинуть данный магазин и возможно вернуться туда где-нибудь через месяца три ну что друзья вот закончился наш рейд магазин дикси принципе вы все видели сами мне больше добавить нечего большое вам спасибо что поддержите наш канал своими просмотрами отдельное спасибо всем кто ставит лайки под видео пишет комментарии и делится данным и другими видео на нашем канале в своих соцсетях а на этом я с вами прощаюсь всем удачи вы у меня самые лучшие всем пока